В столице Чехии и Праге с началом рождественского поста впервые в истории православной церкви чешских земель и Словакии начались регулярные богослужения на грузинском языке. По предварительным оценкам в столице Чехии проживают до двух тысяч грузин. Литургия на родном для них языке будет служиться отныне по субботам в церкви в честь великомученицы Екатерины. Для нужд православных жителей и гостей Праги этот пустовавший ранее католический храм сдается в аренду. Инициатором богослужения для грузинской диаспоры выступил посол Грузии в Чехии Зал Гаксадзе, а поддержал инициативу правящий архиерей, архиепископ Пражский и чешских земель Михаил. После первой литургии владыка Михаил обсудил с дипломатом из Грузии перспективы создания грузинского прихода в рамках православной церкви чешских земель и Словакии. Встреча в теплой атмосфере братского общения состоялась в монастыре святых Вячеслава и Людмилы в ладеницах под Прагой. И мы одна семья, одна семья православная. И все национальности, которые верующие, которые православные, мы одна семья. И мы рады, что сегодня как бы официально, или как сказать, начало будущего прихода для грузинских верующих. Большое спасибо владыке Михаилу за его большую поддержку, чтобы мы могли открыть здесь грузинское служение. Действительно, для грузинской диаспоры это очень большое событие, потому что мы уже долго готовимся к этому. Вот у нас было так, что специально приезжали из Грузии здесь в праздничные дни, проводили богослужения. А сейчас уже постоянно будет здесь отец Иосиф приехал. И сегодня было вот это первое официальное богослужение. Мы очень рады. Действительно, 28 ноября 1915 года это большой день для грузинской диаспоры в Чехии. Грузинская литургия будет в храме святого Екатерина, в Праге есть такой храм. И очень много грузин, но главное, что это все грузины так соединены, это заслуга нашего посла. Очень хорошо, очень успешно работал. И это была его идея, что здесь был грузинский священник. И сегодня была первая грузинская литургия. И уже обосновался хор, и читают уже. Сейчас начали мы уже служение.